Достижения наших спортсменов с особыми потребностями поражают воображение. Они проявляют огромное мужество, ежедневно преодолевая бытовые трудности. В то же время порой наши паралимпийцы вплотную приближались к олимпийским рекордам. Теперь уже не осталось ни одного вида спорта из известных и популярных, в котором не принимали участие спортсмены с ограниченными возможностями. Вы смотрите программу «Олимпий». Сегодня речь пойдет о людях, которые, вопреки всему, стали невероятно сильными не только телом, но и духом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с того, что физическая культура и профессиональный спорт с каждым днем все больше расширяют сферы интеграции инвалидов в полноценной жизни общества. В спорте они раскрывают реальный уровень своих жизненных возможностей, обретают уверенность в своих силах и заставляют уважать самих себя. При этом продолжают учиться самостоятельности, закаляют организм, получают здоровые эмоции, преодолевают психологические барьеры. Пауэрлифтинг дает все это, и благодаря этому тяжелому виду спорта люди с ограниченными возможностями могут совершенствовать не только мышечную силу, но и силу духа. Популярность пауэрлифтинга среди людей с особыми потребностями обусловлена необходимостью иметь сильные мышцы в верхней части туловища, что облегчает жизнь и в меньшей степени требует использования посторонней помощи. Особенно это касается людей с нарушениями в работе позвоночника. Невзирая на проблемы со здоровьем, спортсмены соревнуются на пределе физических и психологических возможностей организма, показывая при этом феноменальные результаты и устанавливая рекорды, которые иногда даже превышают показатели здоровых спортсменов. В качестве соревновательных дисциплин фауэрлифтинг входит три упражнения. Приседание со штангой на верхней части лопаток, жим штанги лежа на горизонтальной скамье, тяга штанги, которые в сумме определяют квалификацию спортсмена. В спортивном движении инвалидов пауэрлифтинг занимает ведущее место среди официальных видов спорта. Эта дисциплина признана МОК и включена в программу игр паралимпиады и специальных олимпиад. Отдельно также проводятся чемпионаты мира и континентов. Так вот, буквально на днях в столице Казахстана впервые состоится чемпионат мира по парапауэрлифтингу. Чемпионат мира это впервые, это самый такой максимальный, наверное, по сбору участников. Это очень важный в процессе Олимпиады на следующий год. Это последний самый важный форум, на следующий год только будут Кубки мира. Поэтому приедут все страны по максимуму. Очень важный этап соревнований. В целом команда находится в стабильном состоянии. Каждый решает свои задачи непосредственно уже по подводке к соревнованиям. Ну, сейчас у нас получается последний этап. Мы просто сейчас разминаемся, легкие тренировки, готовимся психологически и просто делаем разминки. Ну, у меня задача получается стать среди девушек, получить медаль, войти в тройку среди девушек. И среди женщин хочу в шестерку войти. А вообще смотрели, насколько там конкуренция большая? То есть следили за результатом соперниц, может быть? Ну да, конечно, следила за ними, потому что мы с ними вместе выступали до этого на Кубке мира, на Чемпионат Азии. Но я не скажу, что слабые соперники у меня сильные. С Китая, с Бразилии, с Сирии есть. Они очень сильные. И подготовка у нас идет очень хорошо. Уже частые сборы были, были на сборах почти, дом не видели все время. Сборы, тренировки. Мир у нас впервые в Казахстане будет, и это для нас очень значимо. И поэтому мы будем стараться показать свои лучшие результаты. Ну, конечно, у каждого спортсмена есть желание выиграть, стать победителем. Но, по-моему, как говорится, пока мы будем стараться изо всех сил, чтобы победить и показать наш Казахстан. В нем примут участие более 450 атлетов из 79 стран мира. Сборная Казахстана представлена в каждой весовой категории. В составе нашей команды выступят серебряный призер паралимпийских игр в Рио Раушан Койшибаева, а также призеры азиатских игр 2018 года в Индонезии Давид Дегтярев, Рахмеджан Хамаев, Алина Солодухина и Гульбану Абдыхалыкова. Этот действительно масштабный социально-спортивный проект международного уровня, по мнению экспертов, придаст новый импульс развитию парапауэрлифтинга в Казахстане. Люди с ограниченными возможностями будут у них посмотреть возможность, поэтому они это вживую увидят, вживую по телевизору увидят. Возможно, это будет большой стимул для занятий спортом, не только пауэрлифтингом, но и другими видами спорта. Мне кажется, да, если люди придут и будут смотреть, то им, во-первых, даст мотивацию, и надеюсь, что после чемпионата мира у нас будет спорт, наш спорт развиваться и развиваться в лучшую сторону. Спортсмены, которые просто занимаются пауэрлифтингом в Казахстане, они приедут, увидят, посмотрят и поймут, что это очень интересно и поймут, что им нужно. Поэтому, я думаю, это очень важное мероприятие в нашей стране. Да и просто чемпионат мира – это всегда важное мероприятие для парапауэрлифтинга. Поэтому, я думаю, это важно, очень важно для спортсменов. Помимо побед и наград домашнего чемпионата мира, от наших спортсменов с ограниченными возможностями ждут путевки на Паралимпийские игры. Чемпионат мира лицензионный, и каждый участник имеет шанс завоевать право выступить на главных стартах четырехлетия. Ближайшие пройдут в Токио уже в следующем году. Конечно, это самое главное, чтобы завоевать лицензию. Я уже участвовала в Рио. Ну, охота улучшить результат и завоевать лицензию в Токио. Это наша мечта. Мечта каждого спортсмена. Честно, у меня желание есть попасть на Олимпиаду в 2020 году. Я еще молодая, мне 19 лет, я успею, конечно, но у меня цель попасть в 2020 именно. На второй свой юбилей, так скажем, на 20 лет. Я профессионально, ну, если можно так назвать, начал заниматься только лет с 14 или с 15. И все это время я просто ходил, чтобы не потеряться и так далее, и так далее. Спорт мне в этом помог, пауэрлифтинг, по крайней мере. Я, честно говоря, на конкуренцию не смотрю, потому что мне это не важно. Я свою работу выполняю, я тренируюсь. Пауэрлифтинг – это такой спорт, он зависит не от того, как ты выступил, а как ты тренировался и готовился к этому. В настоящее время в развитии спорта среди инвалидов существенную роль играет и государство. Это проявляется прежде всего в финансировании системы подготовки спортсменов, формировании социальной политики в области спорта инвалидов, в частности, социальной защищенности спортсменов, тренеров и специалистов. Но все-таки ключевую поддержку в виде строительства спортивной инфраструктуры продолжают оказывать меценаты и частные инвесторы. Центр такой построен единственный пока. Мы надеемся, что хотя бы еще 2-3 будет таких центров по регионам. Ну, в областях, за другие области не могу сказать, а в нашей области, Алматинской, очень большая поддержка. Практически вся подготовка была вот на плечах областного управления. Мы готовились. Поэтому, ну, стараются помогать, стараются идти в всевозможную поддержку, уступки и прочее. Дело в том, что каждый из нас может оказать неоценимую поддержку нашим паралимпийцам. Для этого всего-навсего нужно с 12 по 20 июля попасть на домашний чемпионат мира и поболеть за казахстанских спортсменов. Это будет значительный вклад в победу и, как следствие, развитие отечественного парапауэрлифтинга в Казахстане. Продолжение следует...